Друзья, хочу представить вам канал официальной стримерши группы по Mobile Legends Полуночная леса. В стримах царит комфортная атмосфера, слышен приятный голос и я думаю скоро будет камера, вы только посмотрите. Ссылка в описании. Мур, привет друзья, с вами Зверько, а вы наконец дождались зеленого гайда на Клауда. По сути это стрелок с массовым уроном ультой и небольшим показателем силы выстрела на старте. Начальная физическая атака даже меньше чем у Эритель, всего 109 единиц. По-моему это даже с учетом урона мартышки Декстера. Но неожиданно мне понравился этот герой. Игра на нем мне кажется более динамичной чем на большинстве стрелков и у него есть ряд замечательных способностей. Начнем с навыков. Пассивка. Бок о бок. У Клауда есть напарник Декстера. Он наносит 30 процентов урона от наносимого урона Клаудом. И что самое важное, его выстрел считается за отдельный урон и на него накладываются статусы и пассивки предметов, связанные с уроном. Это очень важно для нашего билда. Первый навык. Искусство воровства. Это навык с огромнейшей пользой, поскольку это массовый дебаф противника. Только подумайте, отнимает у противника вплоть до 45 процентов скорости бега и 20 процентов скорости атаки на шестом уровне. Ну и наносит немного урона. Таким образом мы как Робин Гуд отбираем в богатых скорость и отдаем ее себе. Помогая жителям этого славного города. В смысле своей команде. Массовый дебаф с усилением себя. Это прекрасно. Максим в первую очередь. Второй навык. Боевая голограмма. Клауд ставит голограмму Декстера, сохраняющую показатели урона и статуса наносимого Декстером. Важно. Потому что купив меч охотника на демонов или антихил. Голограмма также будет накладывать эти статусы. То есть наносить больше урона и уменьшать отхил противнику. К голограмме можно телепортироваться. Первый прыжок мгновенный и без анимации, что очень здорово. За время действия голограммы можно успеть телепортироваться 3 раза. Между прыжками КД 3 секунды. После того, как вы телепортируетесь, вы просто меняетесь с голограммой местами. Это отличный эскейп. Почти как шляпа Харли. Только мы выбираем место установки вначале. Да еще и шляпа отстреливается. Ульта. С ней знакомы те, кто застал старого Клинта. Клауд и Декстер начинают стрелять во все стороны. Урон ульты зависит не только от силы атаки, но и от скорости стрельбы. Урон считается базовым сурки. А еще работают эффекты предметов, надетых на Клауда. Таким образом, взяв охотника, мы резко увеличиваем урон. От нанесенного урона по противнику на Клауда накладывается щит. Больше урона, больше щит. А по миньонам проходит 400% урона, что очень помогает на поздней стадии игры зачищать волны. Кроме того, во время действия ульты можно применять наши навыки. Вытягивать скорость и прыгать по голограммам, не выключая ульту. Что же взять из способностей? Можно взять очищение, чтобы скидывать в себя оглушение и спокойно возвращаться к голограмме. Или вдохновение, что усилит нашу боевую мощь. Либо мой выбор железная стена, чтобы выдерживать больше урона в замесах. А мы будем в них попадать. Ультуем и включаем железную стену. Профит. Эмблемы я предлагаю взять на стрелка с перком 40 уровня, замедлением. Поскольку под ультой наша скорость снижается, а значит надо снизить и скорость противника. Впрочем, при обычной перестрелке тоже поможет. Сборка. В ней по сути два базовых предмета, о которых разработчики сообщают сразу. Все остальное на ваш вкус. Первым собираем меч охотника на демонов. Он многократно усилит наш урон и даст отхил. Собрав его, уже можно идти воевать. До этого момента не рекомендую. После берем сапоги спешки или скороходы. Скорость атаки или скорость бега соответственно. Золотой посох. Это скорость атаки и дополнительное срабатывание меча охотника на демонов. Вот эти два предмета и есть основа. О них можете отдельно посмотреть в ML фактах на канале. Далее собираем, что нравится. Коса коррозии. Даст больше замедления и скоростельности. Кираса врубой силы. Увеличит урон, защиту и скорость бега. Когда появится время и на нее выйдут ML факты. Можно взять еще смертельный клинок. Даст нам антихил. А по скорости атаки не сильно присядем. Вместо кирасы можно взять ветер природы. Он поможет в перестрелках и увеличит вампиризм со скорострельностью. Последним берем клинок отчаяния. Ну а если вы любите сборки онли на криты, то бог вам судье. Тактика. Главное это применение второго навыка. Ставим, например, в кусты за спиной и бежим валить противника. Понимаем, что не зашло и мгновенно отскакиваем в кусты. А вместо нас остается голограмма, которой опять же можно будет вернуться позже. Убегая от противника. Делаем по схеме кагуры. Кидаем голограмму в одну сторону, а бежим в другую. Прыгаем между голограммами по обстоятельствам. Вы должны приноровиться к использованию этого навыка. Чтобы противники теряли ваш след или наоборот не ожидали атаки. Поскольку, как только ставится голограмма, вы можете мгновенно прыгнуть в нее. Или сначала раздамажить противника копией декстера и выскочить в конце действия, чтобы добить. Вытягивание скорости применяем по кд. Это позволит быстрее фармить и порой перестрелить противника. Очень полезно в масс-файтах. С ультой, конечно, шикарно оказываться в центре боя, чтобы разносить все в пух и прах. Но зачастую вас могут остановить оглушением каким-нибудь или Лесли нанесет серьезный урон одним критическим выстрелом. В общем, лучше зацепить двоих, троих, чем отправиться к ворам в законе про отцам, прыгнув в центр схватки. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok